Это была последняя официальная встреча королевы. За два дня до смерти она приняла новоиспечённого премьер-министра Лиз Трасс. Трасс была невероятно воодушевлена и взволнована. Но пресса в очередной раз припомнила ей слова, сказанные в 94-м. Она тогда ярко выступила против монархии. Сегодня днём мы записывали интервью и спрашивали людей их мнение о монархии. И мы согласны с ними. Они сказали отменить их. С нас хватит. Циничные блогеры даже мрачно пошутили в интернете, что ладонь Лиз Трасс была обработана ядом. И уверяли, что победа этой дамы стала последним сокрушительным ударом для Елизаветы II. Королева, назначив её премьер-министром, королева с горя умерла. 8 сентября в парламенте началось тревожное беспокойство. И было сделано заявление, которое показалось многим странным. У политиков были серые лица. И я удивился, что официальным заявлением Букингемского дворца было, что существует озабоченность здоровьем Её Величества. Но королева в порядке. Но лица политиков никак не сочетались с этим заявлением. Появилось несколько сообщений в соцсетях о смерти королевы. Но всё это было названо фейками. Она умерла в покое. Это был и любимый замок. Это был замок её детства. Это был замок, который она обожала. В последние годы Елизавета II проводила в Шотландии каждое лето. А в детстве ездила сюда в гости к бабушке и дедушке. Успели ли самые близкие члены семьи попрощаться с королевой, остаётся загадкой. Королева, по официальной информации, скончалась днём. А самолёт с Чарльзом, Анной, Эндрю и Уильямом приземлился в Шотландии около 16 часов. Но принц Гарри прибыл в замок в районе 19 часов и проститься с бабушкой не успел. Отец попросил его не брать с собой Меган Мартл. Мы знаем, что принц Гарри плакал, так как был очень расстроен тем, что опоздал. И его, а также его супругу сразу начали критиковать за то, что они не приехали до этого проведать королеву, зная, что ей явно осталось жить недолго. Королева Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года у герцога Йоркского Георга, будущего короля Великобритании Георга VI, и леди Елизаветы Боуслая. И занимала третье место в очереди на престол после Эдуарда принца Уэльского, позже короля Эдуарда VIII и своего отца. Но неожиданно монархия пережила страшный стресс. Эдуард влюбился в разведенную американку и отказался от престола. Эдуард VIII предпочел остаться, как он сказал, в обращении к нации женщины, которую я люблю. На трон взошел отец Елизаветы Георг VI. Человек в себе неуверенный, страдающий жутким комплексом, из-за того, что заикался. Ему пришлось править во время Второй мировой войны. Он страшно переживал и за страну, и за свою семью, которая пряталась в подвалах Виндзора. Но уезжать из Лондона они не хотели. И 16-летняя Елизавета тогда впервые показала свой волевой характер. Королева пошла на курсы механиков-водителей, получила военное звание, надела военную форму и водила медицинский грузовик во время войны. Поэтому попадание снаряда в него было очень даже реальное. Еще до войны Елизавета влюбилась в принца Филиппа, который не нравился ее отцу, потому что был сыном человека, который близко общался с Адольфом Гитлером, был беден и кроме титула ничего не имел. Она в него влюбилась просто. Ну вот, ну не знаю, можно ли так про королеву говорить? Ну как, девчонку, да, пошла. Они тайно обручились без благословления отца Елизаветы. И королю в итоге пришлось этот брак принять. Дочь оказалась сильнее. Георг VI скончался в 56 лет от рака легких. Спасти его было невозможно. О смерти отца Елизавета узнала в Кении, по которой путешествовала с супругом. Ей было всего 25 лет. Лондон, 2 июня 1953 года. Церемония коронации транслировалась по национальному британскому телевидению и очень понравилась людям. Несмотря на то, что в послевоенные годы Британия жила очень трудно, были выделены огромные деньги на убранство улиц, невероятно роскошное платье Елизаветы и другие атрибуты действа. Я клянусь сейчас перед вами, что всю свою жизнь, будь она долгой или короткой, я посвящу служению моему народу и Великой Империи, частичками которой мы являемся. Лондон, 10 сентября 2022 года. В 11 утра королевские горны провозгласили официально на всю страну восшествие Карла Третьего на престол. Ему салютовали королевские гвардейцы. Хэп-хэп! 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 Карл – это по-английски произносится Чарльз, так что переменной имени нет. Премьер-министр и члены парламента присягнули королю в лондонском соборе святого Джеймса, прозвучало «Боже, храни короля!» Год, спаси короля! Год, спаси короля! Новый монарх встретился с правящей партией и оппозицией. На него в одночасье навалилось слишком много, а ведь Карлу Третьему уже 73 года, и он не привык так много работать. Представьте, как тяжело для любого человека потерять родителя. А он не только потерял мать, ему пришлось также стать центром всего этого процесса. Выступать с речами, готовиться к церемонии – для него это очень тяжело. Принц Чарльз родился в 1948 году, когда его мать еще не была королевой. И уже в раннем детстве понял – на первом месте в ее жизни он никогда не будет. Малышу не было и года, когда его отец, офицер Королевского военно-морского флота, получил назначение на Мальту. Филипп был неотразимым мужчиной, и Елизавета боялась измен. Поэтому оставила Чарльза в Англии и надолго уехала следить за супругом. И не вернулась даже тогда, когда ребенок серьезно заболел. Температура под 40, и мама просто прислала ему телеграмму, что он выздоравливает. Когда Елизавета взошла на престол, был установлен график ее общения с детьми. Полчаса утром и полчаса вечером. Строго по протоколу. В 1954 году королева уехала на целых полгода. Маленький Чарльз дико скучал и плакал без маминой ласки. Но при встрече она лишь пожала мальчику руку. Мальчик к маме. Мама его погладила по головке, даже не поцеловала, и его убрали. Отец требовал от Чарльза больших успехов. Он должен был быть очень сильным и крепким. Но мальчик родился застенчивым, добрым и страдал из-за вечно красного лица и длинного носа. Чарльз сравнивал школьные годы с тюремным заключением. Холод, сырое белье, ужасная еда. И самое страшное. Чарльза беспрерывно били одноклассники. Его лупят. Лупят соседи по комнате. А соседи по комнате, знаете сколько? Девять человек. То есть он десятый. И самый нелюбимый. А у мамы было слишком много государственных дел. И она не знала, в какой ад попал ее ребенок. Групп привезли из замка Балморал в Холирудский дворец в Эдинбурге. И особой скорби у шотландцев заметно не было. Ведь они потратили очень много сил на то, чтобы стать самостоятельной страной, и королеве больше не подчиняться. Кортеж медленно двигался по улице города. Приехали члены семьи королевы. И вдруг в адрес сына Елизаветы Второй раздался крик. «Эндрю, ты больной, старик!» Полиция скрутила молодого мужчину, который продолжал выкрикивать обвинения в адрес принца Эндрю, который угодил в отвратительный сексуальный скандал и нанес огромный удар по королеве. Всю свою жизнь он вел себя неподобающе. Вот и дошло до катастрофы. Принц Эндрю родился в 1960 году. Это третий ребенок королевы. Он был любимчиком мамы. В отличие от Чарльза, Эндрю был красавчиком и всегда имел просто бешеный успех у женщин. В 86-м он женился. У пары родились две дочки, но семья через 6 лет распалась. Находясь в браке, он неоднократно изменял жене. После развода у него были многочисленные любовные интриги. В том числе даже с певицей Кортни Лав. В 99-м году Эндрю подружился с Джеффри Эпштейном, ушлым дельцом и сутенером, который поставлял юных девушек богатым людям. И он свел сына Елизаветы II с 17-летней Вирджинией Джуфре. Мы пошли в клуб, мы танцевали, и он сильно, просто ужасно потел. От него воняло. Затем мы пошли в машину, и он заставил меня сделать то, что ему пообещал Джеффри. Он ее превратил в обычную сексуальную рабыню, причем заставлял делать многие вещи, такие, которые были просто противны, болезненны и неприятны. Королева велела Эндрю испариться из публичного пространства. Он перестал быть представителем почти 100 организаций. Сутенер-финансист Эпштейн был арестован, и в тюрьме он покончил с собой. Писали, что это явное заказное убийство. Эпштейн собрадовали приличную коллекцию компромата. Он, конечно, пытался прикрыть задницу компроматом, чтобы сдуревший Трамп или принц Эндрю, чтобы они не могли его подставить. Мировое соглашение с Вирджинией, которое грозило судом, стоило Эндрю 12 миллионов фунтов. Широко обсуждались другие грязные связи принца. Несмотря на любовь, мать лишила сына педофила содержания, которое выделялось из королевского фонда. В гости к ней он приезжал по ночам. Вместе они нигде не появлялись. Ну, это для меня была трагедия. Трагедия, конечно. Елизавета старела на глазах у нации с редким достоинством и без истеричных сражений за молодость. Сохраняла стройную фигуру, королевскую осанку, но не делала пластических операций и уколов ботокса. Это было для ее величества просто немыслимым делом. На завтрак она выпивала стакан свежевыжатого сока с кусочком высушенного хлеба с джемом. На обед у нее всегда был кусок рыбы или мяса паровых с низкокалорийным салатом. Ну, а на ужин также что-то очень легкое. Королева за 70 лет дала бесчисленное количество обедов, ужинов и других приемов. И на них никогда не подавали морепродукты. Королевский двор их не приемлет. Можно отравиться. Не едят ни икру, ни омаров, ни устриц, не дай бог. Не используют чеснок и лук. Это тоже запрещено. Королева много гуляла с собаками, скакала на лошадях. Но никогда не истязала себя упражнениями в спортзале, не сидела на диетах и всегда любила немного выпить. У нее был любимый коктейль. 0,5 джена, 0,5 вина дюбане, долька лимона и еще что там, 2 кубика льда. Вот так. И этот коктейль она практически пила каждый день. Ее мать, королева, которую тоже звали Елизаветой, умерла, когда ей был 101 год. И многие считали, что Елизавета II тоже доживет до столетия. Но в апреле 2021-го стало понятно. Не доживет. Лондон, 17 апреля 2021 года. В день прощания с мужем на нее невозможно было смотреть без слез. Королева казалась маленькой, потерянной и бесконечно одинокой. Есть эта знаменитая фотография, когда тогда было ковидное время, она сидит одна, прощается со своим мужем. Елизавета II сказала тогда, горе – это цена, которую мы платим за любовь. Она была замужем 73 года. Но многие говорили, какая любовь. Филипп просто воспользовался пылким чувством юной принцессы. Да, он женился по расчету, потому что у него не было своего угла. Ну, вот он нашел себе угол в королевском дворце. И, конечно, роль человека на вторых ролях, человека, мужчина, который на два шага должен быть позади своей жены, ну, ему, в общем, не очень подходило. Филипп был уязвлен своим зависимым положением. Называл себя амебой и несчастным, почти одиноким отцом. Вы знаете, вот в этой фразе его, которая вошла в свое время в всю мировую прессу, что я единственный мужчина в стране, не способен дать свою фамилию детям, конечно, есть некая горечь, но и чувство юмора принца Филиппа. Филипп любил Элен Фуфунис, но женился на Елизавете, как и Чарльз, который послушался маму. И вместо Камилы женился на Диане. Потом ходили слухи, что отцом двоих детей Элен был Филипп, хотя официально он значился им крестным. Судя по всему, эти отношения с Элен были известны Елизавете II, и это, видимо, доставляло ей немало женских мучений, потому что, судя по всему, конечно, она ревновала к этим отношениям. Все мы знаем, как иногда трудно сохранить счастливую семью. Филиппа не раз обвиняли и в других интрижках. Пока супруга правила страной, он не считал проблемой измены. Рассказывали о его пятимесячном путешествии на королевской яхте, где он сжигал с девочками и, собственно, устраивал оргии. И писал он всякие письма этой своей, Элис, о том, что вот ты разбил мне сердце, а я потом разбил его, значит, тысячи других женщин. Но в апреле 2021-го Елизавета II прощалась с человеком, которого очень любила. И, несмотря на интрижки, глубоко ей преданного. Они умели друг друга прощать, друг друга поддерживать. И в этом смысле они, ну, можно сказать, для современного, по крайней мере, мира, эталонная пара. Елизавета II – внучатая племянница Николая II. Из-за расстрела русского царя она всегда холодно относилась к России. В 1956 году Елизавета II приняла в Лондоне Хрущева. Никита Сергеевич и вся советская делегация наотрез отказались облачаться во фраке с цилиндрами. Королева спокойно приняла это и сама оделась очень просто. А потом радушно приняла в гостях Юрия Гагарина, которым была очарована и изящно сгладила конфуз первого в мире космонавта. Рассказывает, что когда во время чая у королевы Гагарин, как мы это тоже все делаем, съел лимон, который был в чае. Что не было. Королева, последовав его примеру, сказала, да, в общем-то. В 1989 году к королеве приехал Михаил Горбачев. Она подбодрила советского генсека, сказав, что надеется на дальнейшее движение его страны к демократии. И приехала потом в Россию в 1994, когда у руля был уже Ельцин. Президент России и сам нарядился в смокинг. И других обязал идеально выглядеть в честь королевы. Ему страшно льстил визит Елизаветы II и принимали ее с размахом. Она была очень довольна. Несмотря на то, что Ельцин допускал невообразимые с точки зрения королевского двора ошибки. Они заходят в Больший театр, и Борис Николаевич решает снять с него пальто. Берет ее чуть ниже талии и так ее так... И она как ошпаренная, значит, впервые в жизни, впервые в жизни схваченная посторонним мужчиной. Они чуть ниже талии так вбегают в этот дворец. Хлеще Ельцина отличился только Дональд Трамп, который был с визитом в Великобритании во время своего президентства. Популярный британский таблоид тогда вышел с заголовком «Можно повеситься после королевского приема для Трампа». Проходя мимо британских гвардейцев, Трамп обогнал королеву, наплевав на ее возраст и статус, и то, что дама не может смотреть в спину мужчины. То есть он просто показал, что она здесь, вот это вот, как говорил Буш-младший, Елизавета Одиннадцатая, ну, по написанию Елизавета Второй, что она здесь никто и звать ее никак. Он царь и король. Он себя таковым и мнит. Несчастная королева и виду не подала, что потрясена поведением заграничного хама. Она всегда сохраняла фирменную невозмутимость. Но ближнее ее окружение всегда неукоснительно соблюдало протокол, боясь ее расстраивать. Постоянство в монархии и неукоснительное соблюдение традиций придает ей некую магию и силу. Члены королевской семьи никогда не раздают автографы. Это правило ввела Елизавета Вторая, опасаясь, что кто-нибудь может подделать подпись и навредить семейству. Нельзя работать в офисе. Кейт Миддлтон некоторое время была сотрудницей компании своих родителей, но пришлось это дело бросить. А Меган Маркл испытала шок от того, что нужно закрыть страницы в социальных сетях. И нельзя на публике чмокнуть Гарри в щеку. Королева крайне редко даже брала супруга за руку и просила не делать это детей и внуков. Она была человеком таким очень постоянным во многих своих привычках. Что касается лака для ногтей, она его выбрала в 1989 году. Это давненько, уже более 30 лет. И красила ногти только этим лаком. Нельзя носить манто из натурального меха, чтобы не бесить защитников животных. Дамы должны избегать очень броских нарядов. Недопустимо появляться на людях с голыми ногами и закидывать ногу на ногу. Жена принца всегда должна быть с идеальной укладкой. Нельзя посещать салон красоты реже трех раз в неделю. Я всегда говорила, что, извините, недостаточно просто выжить. Надо цвести, правда ли? Меган Маркл в первый раз пустила слезу вскоре после свадьбы. Ее дико утомляли правила королевского дома. Она спускала состояние на одежду и украшала себя бриллиантами. Разговаривала и крутилась во время важных церемоний. Упорно не хотела носить шляпу, несмотря на то, что это просила сама королева. Капризничала и выражала недовольство предоставленным замкам. Грохнула несколько миллионов на его обустройство. Орала на прислугу, толкала эмоциональные речи. Члены королевской семьи не высказывают свою позицию. Им нельзя делать политические заявления, нельзя высказываться по спорным вопросам. Они должны держать свое мнение при себе, быть ниже радаров. Королева не раз давала мягко понять, надо быть тише и скромнее. Супруга Гарри ее очень расстраивала. Либо ты в фирме, как говорит королева о своей семье, либо ты в фирме, либо нет. Либо ты принимаешь правила игры, либо лучше даже не начинать. В итоге Меган и Гарри сбежали и дали за 4 миллиона долларов интервью Опре Уинфри, в котором Меган поведала, что жила в королевском дворце почти что в рабстве. Ее унижали из-за цвета кожи, и она была близка к самоубийству. Мне просто не хотелось больше жить. Это была отчетливая, реальная, пугающая, навязчивая мысль. Поток грязи в адрес семьи стоил Гарри уважения соотечественников, титула и огромных денег. И когда он взял аванс за будущие мемуары 20 миллионов долларов, Королевский двор дал понять – засудим. И сумма иска будет просто фантастической. Гарри резко осудил брату Ильям. На похоронах дедушки они держались друг с другом холодно. За гробом Гарри шел в гражданской одежде. Военную форму и награды ему надеть не позволили. Он просто мерзавец, я считаю, просто мерзавец. Мне не благодарен мерзавец, этот парень. Лондон, 10 сентября 2022 года. Возле Виндзорского замка в Лондоне неожиданно появилась Королевская четверка. Принцы Уильям и Гарри вместе с женами осмотрели цветы, которые принесли скорбящие люди. Поговорили с ними. Все они должны быть рядом и демонстрировать единство. Если даже есть какие-то трения внутри семьи, они должны сейчас быть отставлены на задний план. И многие занялись любимым делом – сравнением Меган и Кейт. И сплетники пришли к заключению. Меган просто врезала Кейт своим внешним видом. У нее были идеальный макияж и прическа, продуманный наряд. А принцесса Уэльская выглядела помятой. Платье липло к колготкам, проступили морщины. Меган гладила Гарри по спине, держала за руку, пыталась подбодрить. Кейт с Уильямом держались отстраненно. Северная Ирландия. 13 сентября 2022 года. Чарльз, уже ставший королем Карлом Третьим, делал запись в книге посетителей замка Хилсборо. И дико раздражился из-за капли чернил, которая случайно вытекла из ручки. «О, Господи, ненавижу это! Я не выношу эту проклятую штуку каждый чертов раз!» – заявил он громко. Неловкий момент, как могла, попыталась загладить его супруга. Да, она буфер. Она очеловечивает своего мужа в глазах людей. В случае его раздражения она умеет успокоить его, пошутить, улыбнуться. Рейтинг у Чарльза низкий. Страна больше любит его старшего сына. И ждет, не дождется, когда королем станет Уильям. Тебе нужно постоянно вникать в дела, которые возникают и возникают перед тобой, и пытаться доказать, что ты подходишь, что ты на своем месте. В 1966 году Елизавета допустила оплошность, за которую корила себя всю жизнь. В Южном Уэльсе, в деревушке Аберфан, обрушилась горная порода. Погибли 144 человека, из них 116 детей. Оболзнем накрыло местную школу. И все ждали, что приедет королева и разделит с людьми это страшное горе. Она не поехала самостоятельно в эту самую деревню, сославшись на то, что она не хочет мешать спасателям и на себя как бы отвлекать ее внимание. Неделю Елизавета II не находила себе места. Внутреннее чувство ей подсказывало, что она поступила неправильно. Через 8 дней она все-таки приехала и стояла, и обнимала, и говорила с выжившими. Она нашла в себе силы признать эту ошибку, потому что некоторые политики говорят, что они всегда все делают правильно. А второй раз вся страна осудила ее за отсутствие реакции в 97-м, когда погибла принцесса Диана. Королеву обвиняют в том, что она сразу не выступила с речью перед нацией, что она хранила какое-то время молчание. Она даже в Лондон не приехала и не распорядилась приспустить флаги. Королева укрылась в Шотландии и неделю не давала никаких комментариев. И, в общем-то, она не разделяла скорби. Это было заметно, и это очень-очень расстроило британцев. Эта королева настояла на браке Чарльза с Дианой. Хотя ей было прекрасно известно, что он любит другую – Камилу Паркер-Боулс. Но за плечами у нее было бурное прошлое. Она там не была девственницей, как требовалось по королевскому протоколу. И это обстоятельства знали. У нее были какие-то любовные связи до Чарльза. И это делало ее невозможное, брак невозможное. Диана была аристократкой. Юной, скромной, красивой, здоровой и непорочной. О чувствах Чарльза к Камиле она узнала еще до свадьбы. Но была уверена, что победит соперницу. Но ошиблась. Чарльз продолжал встречаться с Камилой. Королева видела страдания и метания Чарльза. Но жалко ей сына не было. Как и невестку, которая страдала булемией, резала руки и ноги, закатывала истерики. А однажды в присутствии Елизаветы II сбросилась со ступеней высокой лестницы. Я спрашивала у своего мужа, почему возле тебя всегда эта женщина? А он отвечал, что не желает быть принцем Уэльским, у которого нет любовницы. Я знаю людей, которые говорят, что никогда не простят его за то, как жестоко и низко он вел себя с Дианой. Но бесконечно этот ад продолжаться не мог. И Диана дала интервью, в которых королевская семья выглядела командой отборных моральных уродов. Я действительно не могла больше терпеть. Все происходящее во дворце было просто ужасно. Королева пережила настоящее потрясение. Диана вывалила публике огромную корзину грязного белья. Но Елизавета II великодушно позволила выделить ей при разводе 17 миллионов фунтов. После чего Диана закрутила роман с богачом, мусульманином Доди Альфаедом. Папарацци сфотографировали ее на его яхте и заметили, что Диана, возможно, беременна. Она собиралась выйти замуж за Доди Альфаеда. Соответственно, принять мусульманство. 31 августа 1997 года Диана и ее любовник разбились в ДТП в туннеле в Париже. И отец Доди, Мохаммед Альфаед, почти сразу же обвинил королеву в убийстве сына и потенциальной невестки. Существует много доказательств того, что они были убиты британскими спецслужбами совместно с французскими. Весь мир скорбел по Диане. Ее называли королевой людских сердец, народной принцессой. Но Елизавета II молчала. Прервать молчание уговорил ее Тони Блэр. Королева произнесла очень теплые слова о Диане. Разрешил накрыть ее британским флагом. Ее хоронили практически как принцессу. За гробом матери 6 сентября 1997 года долго шли ее два сына. И это была картина, рвущая души. Потеря матери нанесла сильнейший удар по психике Уильяма и Гарри. В 2022-м они участвовали в шествии за гробом великой бабушки. Два уже взрослых мужчины, чьи отношения испортились после того, как Гарри женился. Эдинбург, 12 сентября 2022 года. Траурная процессия проследовала вдоль королевской мили, центральных улиц шотландской столицы, к собору Сент-Джайлса. Члены семьи провели в соборе с королевой ночь. Это называется бдением принцев. А на следующий день гроб отправился на самолете королевских ВВС в сопровождении дочери королевы принцессы Анны в Лондон, где его уже ждали на улицах тысячи людей, бесконечно благодарных королеве. Спасибо, мадам, спасибо за вашу службу этой стране. Я здесь, чтобы отдать дань уважения королеве. Гроб отправился в Букингемский дворец. Прошла церковная служба в Белфасте. Пели «Боже храни короля». Камила стала королевой. Она прошла долгий путь к семейному счастью. Когда погибла Диана, ее ненавидела вся страна. Но потом королева поняла, что совершила большую ошибку, когда разлучила сына с любимой и разрешила им пожениться. И со временем Камила смогла расположить к себе большинство британцев. Лондон. 14 сентября 2022 года. В сопровождении королевской конной артиллерии гроб отправился в Вестминстерский дворец. За ним шли дети королевы и внуки. И каждую минуту звонил Биг Бен. Принцессы и королева-консорт ехали за пешей процессией на автомобиле. Этот скорбный путь занял 38 минут. Чтобы понять размах этих похорон, добавлю, что королевская семья заказала 2 миллиона букетов цветов на похороны королевы. В Вестминстер-Холле гроб с Елизаветой II стоял четверо суток. И каждый день 23 часа с королевой могли проститься желающие. Очередь растянулась на 8 километров. Она была очень благородная, добрая. Ее очень уважали. Таких монархов у нас больше никогда не будет. В очереди каждого обязательно досматривали. Людей просили выключить телефоны, когда они заходят внутрь. Всех проверяли на наличие оружия и взрывчатки. Долгие годы нервы Елизаветы II испытывала на прочность принцесса Маргарет, жившая под лозунгом «секс, наркотики и рок-н-ролл». Тоже одна из болевых точек, которые Елизавета преодолевала, боль за судьбу своей сестры. Принцесса Маргарет родилась на 4 года позже Елизаветы и рано поняла, что ей придется до самой смерти сидеть на скамейке запасных. Короны ей не носить. Вскоре после коронации Елизаветы вездесущие репортеры углядели, как на одном из мероприятий Маргарет смахивает пылинку с плеча королевского конюха. Принцесса Маргарет тайно встречалась с ним. Он был на 16 лет старше, женат, имел двоих детей. Церковь, во главе которой стоит королева, конечно, порицает подобные отношения. Елизавета распорядилась отправить любовника Маргарет на службу за границу. Она хотела спасти сестру от позора, но Маргарет продолжала звонить любимому и допекала старшую сестру просьбами разрешить им пожениться. Говорят, что королева сказала Маргарет, ты можешь выйти замуж за Питера Таунсенда, но тебе придется отказаться от права наследования престола и всех привилегий, потому что выходить замуж за разведенного человека членом королевской семьи запрещено. Но Питер в итоге предал Маргарет, женился на другой. И принцесса буквально слетела с катушек, стала демонстративно жить в свое удовольствие и менять одного за другим мужчин. Настоящая корона досталась сестре? Ничего, куплю другую и буду принимать в ней ванну. Маргарет выкуривала по 60 сигарет в день, а утро начинала с бутылки шампанского или полбутылки джина. Она начала куролесить. Дважды была замужем, будучи замужем, уже гуляла с одним-вторым. Ее любовников, начиная от Микки Джаггера из Роллинг Стоунза, и кончая какими-то непонятными художниками, фотографами, кого только у нее не было. Маргарет спускала огромные деньги на наряды и праздную жизнь. И злые языки говорили, что Елизавета II ревновала к Маргарет мужа. Принц Филипп очень часто заглядывался на миловидную кокетку Маргарет и всегда осыпал ее комплиментами. Но Маргарет, цинично выражаясь, быстро вышла в тираж. Елизавета II не смогла вытянуть ее из алкогольного болота. У Маргарет случился один инсульт, потом второй. Отказали ноги. Лондон, 15 февраля 2002 года. Елизавету II очень расстраивали в эти дни публикации прессы, в которых причиной смерти Маргарет называли рак. Писали, что принцессу Маргарет догнала судьба ее отца, что онкология проклятия Виндзоров. Но это было не так. Маргарет умерла на следующий день после очередного инсульта. И она была первым членом королевской семьи, кого кремировали. Так захотела она сама. Потому что мечтала быть рядом с родителями в часовне святого Георгия в Виндзоре. А места там для еще одного гроба не нашлось. Через 20 лет здесь упокоилась и ее великая старшая сестра. Лондон, 15 сентября 2022 года. Британцы стали занимать очередь для прощения с королевой Виндсмистер Холля за несколько дней и не расходились даже ночью. В Лондон для этого прибыл 1 миллион человек. Как долго вы стояли в очередь? 12 часов. Почему люди стоят так долго в очереди? Я думаю, они просто любят свою королеву за то, что она сделала. Дэвид Бекхэм простоял 13 часов и не использовал для ускорения продвижения свой звездный статус. Британская королева – это некая константа. Она была практически всегда. И большинство ее подданных в Англии, это более 80% родились уже тогда, когда она уже правила. Это вот как папа, мама, как солнце, оно всходит и заходит, а тут вдруг случилось, что ее не стал. Многим кажется, что королева была декоративной фигурой, которая не влияла ни на одно политическое или экономическое решение. Ни один законопроект, принятый обеими палатами парламента, не вступал в силу без одобрения королевы. За долгие годы на троне ей было передано около 300 важных документов и не было ни одного отказа в королевском согласии. Есть даже шутка правоведов, английских, что если парламент примет закон о казни королевы, то она все равно обязана будет его подписать. Но королева, конечно, влияла на то, что происходит в государстве. За 70 лет ее правления сменилось 15 премьер-министров, и каждый из них, кроме Ли Страс, которая заняла этот пост за два дня до смерти королевы, тотально зависела от мнения Елизаветы II. IQ у королевы удивительно высок, и она не могла не понимать, что, в общем-то, персона, может быть, не соответствует занимаемой должности. Я думаю, что задумалась она о судьбе Англии. В наследство от отца она получила Уинстона Черчилля. И интересно, что еще в 1953-м, как только Елизавета II вступила на трон, она приказала разработать сценарий его похорон. Черчилля свалил тогда инсульт, и он несколько месяцев не мог прийти в обычную форму, а глох, еле двигался. Был без сил. Был разработан план приготовления к смерти Черчилля, который оптимистично назывался «Надеемся, что нет». И его держали в глубоком секрете. Все инструкции написала специальная комиссия из восьми человек. Но Черчилль пережил всех восьмерых могильщиков, отлежавшись в больнице, как ни в чем не бывало вернулся домой, хоть и на инвалидной коляске, но с неизменной сигарой во рту. Королева не просто восхищалась Черчиллем. В юности она просто благоговела перед ним. Это был ее рыцарь, кумир, мужчина с огромной заглавной буквы. Британские кинодеятели очень любят тему особых отношений бывшего премьера и Елизаветы II. Я представляю себе, как выглядел Черчилль в ее глазах. Победитель Гитлера, премьер-министр Великой империи, человек, который вытащил Англию из позора мюнхенского сговора. В могилу Черчилля свел лишь восьмой инсульт. И роскошный реквизит для грандиозных похорон предоставил королевский двор. Гроб везли на лафете, на котором до этого провожали в последний путь королеву Викторию. И за этим во время прямой телетрансляции наблюдала одна десятая всех жителей планеты. В следующий раз Елизавета II пришла на похороны премьер-министра только через 48 лет. Когда не стала Маргарет Тэтчер. Все бурно обсуждали, что на похороны Маргарет Тэтчер выделили из казны 10 миллионов фунтов. Эта новость вызвала массовую ярость. Деньги на ветер! Деньги на ветер! Лондон, апрель 2013 года. Королева завернула к Тэтчер буквально на минуту. Как говорится, для галочки. Боялась обрушения рейтинга. Королеве было непросто во время правления Тэтчер. Железная леди боролась с дефицитом бюджета жесткими способами, которые привели к обнищанию рабочих и служащих. Сокращала дотации на образование, здравоохранение, ЖКХ. Плевать хотела на депрессивные регионы. Одной из аудиенций с премьер-министром, они происходят каждую неделю, она даже не предложила Тэтчер сесть. И та докладывала ей стоя. Многие считают, что Елизавета II побаивалась Тэтчер и часто не одобряла ее резких поступков. Но конечным результатом была довольна. Знаменитая Фалклендская война. Понимаете, там один заряд, в котором затопили аргентинский корабль, дороже, чем эти острова. Но война велась не для этого. Война велась для того, чтобы доказать, что Англия – великая держава. На одно из мероприятий Тэтчер пришла в наряде, очень похожем на тот, что выбрала королева. И, не смутившись, предложила ее величеству впредь обговаривать, какие туалеты они будут надевать на те или иные встречи. Королева отказалась. И этим выпадом была недовольна. Но известно, что Елизавета II советовалась с Тэтчер до последних дней жизни Железной Леди. Хотя страной уже рулили другие. Лондон. 19 сентября 2022 года. Было много дискуссий, брать ли на похороны королевы старших детей принца Уильяма. Ведь мероприятие – это долгое и очень тяжелое. Но они так любили бабушку. Решили взять. И Шарлотта разрыдалась возле Вестминстерского аббатства. Все члены королевской семьи выглядели в этот день людьми, убитыми горем. И внутри каждого наверняка было острое чувство вины за слезы королевы. Им было стыдно за поступки, которые причинили ей боль. Все встало на свои места перед вечностью, в которую ее провожали. Проститься с королевой приехали 200 глав разных государств. Но немного опоздал президент США Байден. Его бронированный автомобиль застрял в лондонской пробке. Отменили 100 авиарейсов, чтобы их шум не нарушал тишину в центре Лондона. В Вестминстерском аббатстве собралось 2000 гостей. Панихида длилась чуть меньше часа. В 10.55 вся Великобритания замерла на две минуты тишины. В 11.15 гроб покинул аббатство и отправился в Виндзорский замок. Обычно похороны царствующих особ в Великобритании происходят непосредственно в самом Вестминстерском аббатстве. Но по ее желанию она попросила, чтобы ее перенесли в Виндзорский замок, где похоронен ее супруг, принц Филипп. В Виндзорском замке Елизавету II ждали ее любимые корги. Она обожала своих собак. Началась последняя служба в часовне святого Георгия. И то, как гроб опускается в склеп, видели уже только самые близкие королеве-люди. Редактор субтитров А.Семкин